Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня в работе у меня вот такие ручки. Это моя работа и видео есть на канале. Это для меня, но я не скажу, что проблемные руки, потому что покрытие носится более-менее нормально. Причем оно стало носиться нормально, когда мы стали делать форму квадрат. Раньше она делала длинный миндаль, причем длина была приличная. У нее сами ноготочки, само ногтевое ложе от природы маленькое. А длину она делала в 2, то и в 2,5 раза длиннее, чем... Свободный край делала в 2-2,5 раза длиннее, чем само натуральное ложе. Поэтому миндаль носился, конечно же, не очень хорошо, с учетом того, что она еще и на коррекцию приходила раз в месяц, а то и раз в полтора месяца. Естественно, были отслойки некоторые, ногти вообще отваливались. Поэтому в какой-то момент она сказала, давай попробуем сделать квадраты. И, естественно, длинные квадраты мало кто делает, мало кому они нравятся и мало кому они идут. В основном длинные квадраты смотрятся как лопаты. Я не обобщаю, конечно же, есть клиенты с такими пальчиками, в которых действительно длинные квадраты смотрятся очень красиво и гармонично. Но зачастую, если кто-то делает квадраты, то это короткие квадраты. И по сравнению с той длиной миндалей, которую она делала, квадраты здесь, конечно же, намного короче. И она сказала, наверное, квадраты это моя форма, так что давай будем теперь всегда делать квадраты. Но, опять-таки, ее форма, если убирать длину, то, конечно же, квадраты будут хорошо носиться. Если делать квадрат той длины, которую она делала миндаль, естественно, они точно так же будут носиться, как и миндаль. В общем, я сняла уже старый материал, придаю форму свободному краю, немного заужаю торцы, заужаю квадраты к свободному краю и убираю углы. То есть, делаю уголочки мягкими. На этом этапе снятия старого материала и опилоповерхности ушло 29 минут. Отодвигаю кутикулу, открываю под кутикульный карман. Маникюр буду выполнять по тальку. Наношу тальк, ручками своими втираю в кутикулу. И теперь работаю фрезой пламя, пламя с тупым носиком. Здесь достаточно сложная кутикула, хоть она и выглядит обычно, но так она выглядит тогда, когда клиентка периодически, с постоянной периодичностью приходит на маникюр. Если только она не приходит 2 или 3 месяца, все это налипшая кутикула. Это резиновая кутикула, с которой сложно работать, поэтому в этот раз она пришла вовремя на коррекцию и работа с этой кутикулой проходит более-менее легко. Но чтобы глубоко не лезть, чтобы нечаянно не ткнуть носиком, я работаю фрезой с тупым носиком. Маникюр получается не такой глубокий, но зато безопасный. Прорабатываю на реверсе с правой стороны, на ногте безымянного пальца. Здесь такая ступенька, нужно будет исправить полигелем. Почему же для меня эти руки проблемные? Да потому что я при всем своем опыте не могу сделать здесь красивые ровные ногти. Не знаю почему, но не могу. Тут от природы на каждом пальчике идет разный рост ногтей. И мастера, которые работали с такими клиентами, я думаю, меня поймут. На ногте указательного пальца ноготи не клюет вниз, не вздернут вверх. Но при отрастании он уходит влево или вправо в зависимости от руки. Когда я показывала, как относилось покрытие, было хорошо видно, что ногти прям уходили в сторону. Хотя при коррекции ноготочек смотрится ровненько. То есть при коррекции я стараюсь его выровнять, но при отрастании он всегда уходит в сторону. Маникюр выполнил и на этом этапе я работаю уже 51 минуту. Наношу грунточный слой каучиковой базы. Ноготь на среднем пальце он шире, чем все остальные и прям-таки взлетает вверх. Ноготь на безымянном пальце намного уже, здесь прям выражена арка. Он смотрится намного уже, чем все остальные ногти. Если оставлять длину такую же, как и везде, то есть именно свободный край, то он смотрится длиннее, чем все остальные ногти. В общем, здесь нужно все корректировать, все подправлять и как бы я ни старалась, все равно идеального варианта добиться не получается. Ноготь на среднем пальце я немножко больше спилила, чем нужно. Опять-таки я спиливала по длине свободного края и оказалось, что ноготь шире. И естественно, если оставлять такую же длину свободного края, то он будет смотреться короче. Поэтому полигелем я достраиваю немного длину на весу. И на ногти безымянного пальца я закрываю вот эту ступеньку. Нужен опил, выравниваю по торцу, также прохожу фрезой по поверхности, убираю лишние наплывы, выглаживаю, выравниваю фрезой. Это намного быстрее сделать, но все равно пилочкой потом нужно будет доработать. Аккуратненько, не спеша выравниваю такими вот легкими скользящими движениями. Далее пилочкой придаю форму торцу. Ну, не то, что придаю, просто поправляю. Так как форму свободному краю я придала на моменте опила. А сейчас просто поправляю и выравниваю то, что нужно выровнять после того, как достроила свободный край полигелем. Видите, вот когда я боком поворачиваю, руку прям хорошо видно, как ноготь стремится вверх. Далее убираю лишнее с внутренней стороны. И на этом этапе я работаю уже час и десять минут. Теперь делаю укрепление гелем. Капельку материала ставлю в зоне апекса и стягиваю кисточкой материал к свободному краю. Так как на свободном крае у меня жесткий материал, я выпиливала с внутренней стороны толщину, естественно, со своим натуральным ногтем, то на торце у меня лежит гель, поэтому там стягиваю прям совсем тонюсеньким слоем, просто для того, чтобы перекрыть. Тоненькой кисточкой поправляю у кутикулы и по бокам. Также поправляю на торце, переворачиваю руку ногтем вниз и вот такие ногти получились. Вот такие ногти у нее от природы. Что бы ни делала, ничего не изменится. Может здесь сделать ноготочки более ровными, более четкими, перенаращивание, но не всем клиентам это нужно. Смотрите, какой красивый она выбрала оттенок от Фиора. Невероятный глубокий синий оттенок, прям космос. Наношу на все ноготочки, хорошенько везде прокрашиваю, подвожу к кутикуле. И осталось перекрыть все ногти топом. На работу ушло 2 часа, вернее 1 часа и 53 минуты. Смотрите, как круто смотрится, как мультяшные. Вот как сейчас популярны корейские дизайны, где мультяшные ноготочки. Но здесь даже обводку не нужно было делать. И так смотрится, как мультяшки. Вот такая работа сегодня получилась. Вот с такими ногтями я работала. Если вам понравилось видео, обязательно же ставьте лайк. Мне будет очень приятно. Спасибо, что были со мной до конца. У меня на сегодня все. Всего доброго, хорошего дня.